Дело в том, что я спал, увидел, что цена биткоина растет и поэтому проснулся и сразу же начал делать это видео. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы поговорим о невероятных новостях. Биткоин только что дал сигнал на то, что уже спустя 50-90 дней сможет достичь отметок предыдущего исторического пика. Банки могут перестать принимать кэш уже к концу этого месяца. В МВФ уже готовы использовать пандемию, чтобы построить новую цифровую экономику. Ютуб не борется со скамом, но предпочитает борьбу с крипто-ютуберами. Федеральный суд США защищает Ripple XRP. Все это и многое другое в этом видео. Поэтому вам обязательно нужно устраиваться поудобнее, найти чем отмечать триумф биткоина и нажать лайк и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим роликом, чтобы показать, что мы верим в то, что биткоин достигнет нового пика к концу этого года. А мы начинаем. А это сетка Fibonacci, которую я вам уже показывал и на которой мы видим интересную ситуацию, что подтверждает вчерашний выбор цели на краткосрочной перспективе. Как мы видим, свеча четко закрылась на уровне отката 0,5 по Fibonacci. Основной целью после этого является тест уровня 0,618, что составляет около 13300 долларов. В этом плане ничего не изменилось, биткоин нацелен на золотой карман по Fibonacci. Но я хочу показать вам что-то совершенно потрясающее на среднесрочной перспективе. То, что может произойти уже через 50-90 дней. Это я подсмотрел у Криса с канала MMCrypto, ссылка на оригинал будет в описании. Я уже показывал вам этот график еще до июльского взрыва цены биткоина. На нем я предсказал подобный взрыв по аналогии с предыдущими циклами. Так это было в 2012 и в 2017. Если что, график месячный. Вы видите, что в каждом цикле биткоина есть одни и те же линии трендов, которые формируют похожие паттерны. Если мы приблизим график, то увидим, что месячная свеча закрылась выше этой трендовой линии. Я предупреждал об этом видеороликах около недели назад, хотя никто в это толком не верил. Кроме этого, вы не могли не заметить этих желтых горизонтальных линий. В каждом цикле их по две. Нижняя линия отображает закрытие второй самой высокой свечи в предыдущем цикле. Верхняя же отображает закрытие самой высокой свечи в цикле. Той, которая и привела цену биткоина к историческому пику этого цикла. И каждый раз после медвежьего рынка, когда биткоин начинал восстанавливаться, он сначала преодолевал первую линию, а потом, спустя некоторое время, и вторую. Именно этот тайминг нами подсказывает, что будет дальше. И уже после того, как следующая свеча закрывалась выше второй линии, биткоину требовалось всего пара месяцев, чтобы вырасти выше старого исторического пика. Давайте посмотрим на этот цикл между 2013 и 2016 годами. Как только месячная свеча закрывалась выше этой трендовой линии, вот что мы наблюдали. Пробитие-закрытие второй самой высокой свечи в прошлом цикле. А затем всего 2-3 месяца до достижения ценой биткоина отметок исторического пика этого цикла. В данном цикле это 1200 долларов. После этого цена биткоина взлетела почти на 1600% до 20000 баксов. Что это означает? Подытоживая все вышесказанное. Как только месячная свеча цены биткоина закрепляется выше закрытия второй самой высокой свечи в цикле, биткоину нужно было от 50 до 90 дней, чтобы коснуться закрытия самой высокой свечи цикла. В нашем цикле это около 13700 долларов. И эта цель входит в диапазон золотого кармана по Фибоначчи, о котором мы говорили в начале видео и вчера. После достижения этой цели в прошлых двух циклах достаточно было всего около двух месяцев, чтобы достичь отметок исторических пиков. Это уже так близко. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Кажется ли вам это просто совпадением? Я думаю, что если биткоин продолжит движение вверх, то это очень вероятный сценарий развития событий. И биткоин достигнет 20000 на протяжении этого года. Но также я хочу отметить, что в случае не закрытия свечей выше этих оранжевых линий, мы можем перейти в состояние резкого и жесткого отката цены. Как говорил Боб Лукас, профессиональный трейдер держит самое большое количество актива, например биткоинов, в начале движения рынка и медленно уменьшает его количество по мере приближения к вершине. Любитель же начинает с небольшой позиции и наращивает ее с ростом эйфории. Поэтому зачастую самое большое количество монет он покупает максимально близко к пику рынка. Если вы думаете так же, пожалуйста, поставьте лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Вы поддерживаете меня в каждом ролике так сильно, что я просто не могу, да и не хочу давать себе отдыхать и работаю просто каждый день. Большое спасибо вам за такую невероятную поддержку. 2000-3000 лайков на каждый ролик, это безумие, но очень приятно. Но каким же будет новый исторический пик биткоина? Это твиттер ММКрипто, он пишет, если биткоин достигнет лишь половины рыночной капитализации золота в этом цикле, то его цена вырастет выше 200 тысяч долларов. Крис говорит, что это может произойти уже через 18 месяцев. Также он добавляет, что люди уже смеются над этим прогнозом, но он готов поговорить об этом только через 18 месяцев и посмотреть, кто будет смеяться последним. Далее я хочу показать вам первые шаги, предпринимаемые банками для перехода в безналичное будущее. Это сообщение от Алекса Сандерса из Австралии. Он пишет, это вообще законно? Могут ли австралийские банки перестать принимать кэш в следующем месяце? Действительно, банки в Австралии делают это постепенно. Он также опубликовал эту фотографию. В таблице указаны предпринимаемые изменения и дата вступления в силу этих изменений. 1 июля 2020 года, что уже было, лимит депозита наличными в отделениях Вестпак меняется с неограниченного до 7,5 тысяч долларов США. 30 августа 2020 денежные вклады перестанут приниматься в филиалах Вестпак. 30 декабря 2020 чековые депозиты перестанут приниматься в филиалах Вестпак. Если что, Вестпак это один из крупнейших банков Австралии. Это шаги к безналичному обществу, который предпринимает крупнейший банк в Австралии. Австралия на пару шагов впереди всех остальных. Это война против наличности, объявленная по причине кризиса здравоохранения. Друзья, идеальная подоплека и причина построена. Теперь происходит только ускорение перехода в безналичный мир. И я хочу показать вам следующее видео, которое оставалось незамеченным несколько месяцев подряд. Оно показывает, что работа над этим в Австралии не прекращалась уже давно. Это видео буквальное признание в этом. Давайте посмотрим. Отделения банков и банкоматы начнут исчезать по всей стране, поскольку пандемия ускоряет переход австралийцев в безналичную экономику. Использование налички сокращено более чем вдвое, так как пользователи выбирают карты и телефоны для оплаты. Это преднамеренная плата за то, чтобы избегать контакта. Большие банки говорят, что достигли этого за 10 недель, но планировали это на протяжении 10 лет. Все меняется так быстро. Кто бы мог поверить, что в Сиднее появятся торговцы, не принимающие наличные. Резервный банк Австралии представил отчет, что в 2010 году 62% платежных операций были наличными. В 2016 году этот показатель упал до 37%, до 2019 года уже 27%, и во время пандемии показатель стал ниже 10%. Это ускорится во время пандемии, и последней каплей станет утрата банками жизненно необходимого статуса в глазах австралийцев. Четыре крупнейших банка уже закрыли 170 отделений во время локдауна. Некоторые могут уже не открыться. Количество банкоматов может упасть с 28 тысяч до 15 тысяч, а чеки станут просто историей. Мы собираемся стать страной с ведущей мировой безналичной экономикой, как Швеция, где только 13% транзакций проводятся в наличности, а правительство гарантирует доступ к наличности только тем, кто в ней действительно нуждается. Это люди в отдаленных сельских территориях, а также старшее поколение. Мы говорим о сотнях тысячах людей, которые до сих пор хотят использовать кэш и ходить в банк. Впрочем, вскоре мы сможем увидеть банкноты и монеты только в музее. Теперь, когда мы понимаем, что происходит в Австралии на официальном уровне, посмотрите на Международный валютный фонд. МВФ призывает использовать кризис здравоохранения как возможность трансформироваться в цифровую, здоровую и глобальную экономику. Забавно, что все свои скрытые планы они прикрывают ширмой сострадания, сочувствия и желания помочь. Все для того, чтобы люди были согласны на эти изменения и даже благодарны за них. Послушайте ее прямую речь. У нас есть историческая возможность трансформироваться в цифровую, здоровую и, что самое важное, всеохватывающую экономику. От нас зависит, не упустим ли мы этот шанс. Мы знаем, что в долгосрочной перспективе весы истории склоняются в сторону прогресса и справедливости. Вам обязательно нужно понять риторику, которую все они используют, чтобы люди были согласны на все, что они предложат. Они говорят, историческая возможность, шанс, который нельзя упустить. Они ждали этого момента. Они всегда используют кризис как возможность. Пока люди страдают, они получают выгоду. Им наплевать на вас и на меня. Не важно, что они говорят, чтобы вы думали обратное. Все дело только в выгоде для них. И еще одна очень важная статья. Федеральный суд отклонил иски инвесторов против Ripple в отношении XRP. Дело в том, что этот иск начался еще в 2018 году, когда недовольные инвесторы подали в суд на Ripple из-за подозрений в том, что XRP является ценной бумагой. Они хотели, чтобы Ripple подала официальную заявку в комиссию по ценным бумагам США и зарегистрировала токен как ценную бумагу. Спустя два года мы видим сдвиги в этом деле. Но пока мы не завелись от эмоций, это еще не закрытие дела, а только отказ от претензий. Но и это уже большой знак для Ripple и держателей XRP. Почему? Потому что решения и действия федерального суда показывают, что у регулятора есть четкая и ясная позиция насчет Ripple и Ripple XRP. XRP это неценная бумага, так постановила комиссия. Это все ведет к историческому событию, к массовому использованию XRP для трансграничных платежей и микротранзакций. Эта новость должна оставаться в головах всех держателей XRP. Посмотрите на адвокатов Ripple и на тех, кто подал иск. Будущее Ripple гарантировано. Ripple вложил сотни миллиардов долларов в свою инфраструктуру. Мы видим переход в безналичную экономику в Швеции и Австралии. Начало положено. Кризис здравоохранения ускорил этот процесс. 2020 год это год цифровых активов. И это лозунг XRP и Ripple. И наконец последняя тема этого видео. YouTube удаляет криптоканалы. Ночью был удален один из крупнейших криптоканалов на YouTube, Altcoin Daily. Срочно YouTube закрыл наш канал, заявив, что мы поощряем незаконную деятельность, пишет автор. На что YouTube ответил, обратите внимание, что мы можем автоматически закрыть канал, если он серьезно и неоднократно нарушает наши принципы. Я поддерживаю Altcoin Daily в этом споре. YouTube пытается убить качественные YouTube каналы, но закрывает глаза на рекламу криптоскама у себя на площадке, говоря, что это не их зона ответственности. YouTube сам нарушает свои же правила. YouTube это монополист, но ни одна монополия не может длиться вечно. А я попрошу вас подписаться на свой резервный канал, мало ли, вдруг и мой канал тоже вдруг удалят за что-то. Ссылка на резервный канал будет в описании. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok